Это территория КАНа, телеканале КАР-ТВ, студия Инна Иванова. Здравствуйте! Более трех тысяч детей со всей России и стран ближнего зарубежья приняли участие в первом международном детском музыкальном конкурсе народных исполнителей «Мир», финал которого прошел у нас в Красногорске. О проекте в формате проведения и победителях поговорим с Александром Яковлевым, директором и организатором конкурса. Александр, добро пожаловать! Спасибо! Расскажите, пожалуйста, как родилась сама идея конкурса? Почему народные инструменты? Ну, наверное, в связи с того, что мы у вас в гостях, вообще копнуть нужно несколько глубже. Красногорск для меня не посторонний регион. И в 2018 году я организовал тоже условно оркестр народных инструментов, но достаточно специфический. Специфика основная заключается в том, что в оркестре используется прям во всех инструментах коллаборация с электроникой. И, собственно, на базе этого оркестра и родился конкурс по причине, опять же, того, что все ребята, солисты моего оркестра, все достаточно серьезные музыканты, во-первых, а во-вторых, они все педагоги, все преподаватели. Я, собственно, отчасти тоже, потому как я классический пианист и, собственно, преподаватель по фортепиано. И работа с детьми, она спряжена со многими вещами в контексте оркестра. Мы создали очень много произведений, которые вошли в нашу программу, именно детских. И время от времени, так сказать, дети, приходящие к нам на концерты по стране, по миру, скажем так, рвутся на сцену. И у нас есть практика совместного исполнения с детьми. И вот, так сказать, не прошло и там 3-4 лет, и мы решили попробовать себя на поприще музыкальных конкурсов, потому как считаем, что нам есть чем поделиться. И более того, я являюсь, так сказать, лауреатом золотого граммофона, песни года. То есть я, собственно, и моя команда, мой партнер Александр Иванов, мы из профессионального шоу-бизнеса. Поэтому тематика, так сказать, детских каких-то коллабораций нам очень знакома. И ту концепцию, которую мы реализуем через оркестр, мы перенесли на детский конкурс. Она очень необычная, нестандартная. Повторить ее достаточно сложно, потому что нужен, извините, опыт там длиной в 20 лет. И, как ни странно, это все здорово, как дети говорят, зашло. Вот, собственно, и, так сказать, год назад мы подали, обратились в президентский фонд культурных инициатив, в министерство культуры. И нас все поддержали. И вот так и получился конкурс. В двух словах. Понятно. В трех. В трех. Организаторы, вы. Кто помогал, кто содействовал этому конкурсу? Достаточно большой коллектив. У нас образовался, естественно, идея руки, ноги, голова – это я. Все мои ребята, солисты Гранд Мелоди Оркестра, они, так сказать, между собой распределили достаточно большое количество обязанностей. От наставников до, так сказать, административных каких-то специальностей. Вот. Безусловно, огромное спасибо президентскому фонду культурных инициатив, что разглядели в нашем конкурсе что-то необычное, нестандартное и, собственно, поддержали. Дальше, конечно же, реакция министра культуры Московской области Елены Михайловны Харламовой тоже, так сказать, позитивная. И поддержку мы получили всестороннюю. Ну и, конечно же, здесь, на земле, опять же, в Красногорске. Почему Красногорске? Вот почему Красногорск? Дело в том, что первый выход на сцену полноценный моего оркестра, Гранд Мелоди Оркестра, состоялась как раз в Красногорске, в ДК Подмосковья. И, собственно, в рамках фестиваля «Хранить наследие России», да. Есть такой фестиваль, да. Вот, нас, так сказать, заметила и Галина Михайловна Ковалева, мы с ней познакомились, которая оказалась здесь уже на земле, так сказать, в контексте конкурса, всестороннюю поддержку. От профессиональной организации, сказать, до просто товарищеской поддержки, потому что, ну, понятно, что я не местный. Вот, и мне все рассказали, показали, научили, привели за ручку. Так что Красногорск в какой-то степени для нас полуродина. Полуродина, я хотел сказать. Вот, и, собственно, значит, президентский фонд культурных инициатив, безусловно, Министерство культуры Московской области, это костяк конкурса. Дальше понятно, что мы столкнулись с кучей сложностей в разряде, так сказать, премий, грантов. Гран-при, призов и так далее, так далее. И здесь на помощь пришли мои, так сказать, старые друзья, товарищи, которые кто как, но помогал. Низкий поклон, не воспринимайте это за рекламу. Действительно, для меня был шок. Я обратился, естественно, во все всемирно известные компании, чьи представительства есть в России. И отозвалась единственная компания Roland. Вот, Дима, спасибо вам огромное за то, что вы поддержали. Мы, наверное, так сказать, рассмотрим в качестве вопросов гран-при призы. И я потом еще расскажу, что это были за бомбические призы. Так что вот основные организаторы, президентский фонд культурных инициатив, Министерство культуры и Управление культуры Красногорска. Кто входил в жюри, я знаю, что члены вашего коллектива, а еще кто? Да, безусловно, во-первых, у меня оркестр не такой большой, но достаточно для того, чтобы, так сказать, была возможность отсудить все номинации. Вот, это семь солистов моего оркестра. И, безусловно, я обратился к, скажем так, профессиональному сообществу. Дело в том, что, если копнуть в мою личную историю, у меня отец академик, профессор завкафедры консерватории по направлению теории исполнительского искусства. Поэтому я знаком с профессурой и консерваторской, и с Гнесинской. И нас поддержали достаточно крутые, на мой взгляд, наставники и яркие специалисты в своих направлениях. Безусловно, это Михаил Семенович Казинник, да, так сказать, очень известный музыковед, педагог и шикарный исполнитель, скрипач. Вот, это, конечно же, преподаватели рам имени Гнесиных и Литвиненко, так сказать, и Володина, и Ибрагимов, и Соколов. То есть, это очень, и Семенов, это очень такие серьезные имена в профессиональных кругах. Вот, скажем так, та идея, которую мы транслируем, она достаточно необычна, поскольку всех, кого я только что перечислил, это академические музыканты. Вот этот вот симбиоз, он, скажем так, заинтересовал и профессиональное сообщество, и они прекрасно понимают, что детям надо развиваться, естественно, так сказать, параллельно с технологиями. Ну, грубо говоря, если мы приходим учиться на права, нам же не дают лошадь с телегой, правильно, нам же дают машину все-таки. Поэтому в нынешнее время считаю необходимым все-таки интегрировать все современные возможности и в нашу музыку. Вот, кстати, это одна из целей конкурса. А вот основная цель конкурса какая? Вы знаете, в гранте у меня написано «Выявление талантливых детей» и так далее, и так далее. Понятно, что это очень размазанная история, и такой эпитет, ну, просто всеми признанный, его пишут везде. По сути, моя задача, скажем так, через, опять же, технологии, через возможности, которые мы транслируем через оркестры, которым я обучаю детей, ну, скажем так, сделать, создать некие обстоятельства, при которых детям это будет значительно интересно. То есть играть на музыкальных инструментах, в частности, на русских музыкальных инструментах. Русских народных, да. Да, но нам без разницы, на самом деле, честно говоря, на каких. Потому что в рамках конкурса, вот следующий конкурс, допустим, будет уже, так сказать, масштабирован на всю страну. И понятно, что, находясь в Пятигорске, допустим, мы увидим весь колорит кавказских инструментов. Находясь в Казани, мы видим весь колорит, там, поволжских инструментов. То есть для меня не имеет никакого значения русские или нерусские все инструменты, использующие, так сказать, в обиходе народу, населяющей России. Вот, поэтому, прежде всего, показать, что это круто и модно. Точнее, не то, что это круто и модно, а показать, как сделать, чтобы это стало круто и модно. Как сделать этот симбиоз. Да, да, да. И мы на своем собственном примере, вот буквально вчера мы снимались на Первом канале в две звезды, и тоже все жюри было в шоке. От того, как можно действительно круто играть там на балалайках и так далее. Вот, это, к сожалению, не самое раскрученное направление музыкальное, но благодаря тем проектам, которые я планирую, нам удастся это сделать. Один из следующих промежуточных проектов – это история, когда я беру обладателей гран-при и соединяю их с нашими молодыми суперзвездами. И они будут уже и современные песни играть и петь вместе, и народные песни играть вместе. То есть молодежь поймет, что это не какое-то там изгой направление, как у нас говорят, клюква какая-то, да, а абсолютно нормальное, современное, интересное, в котором можно в рамках страны прекрасно развиваться. Здорово. Первый тур конкурса в чем состоял, какие его особенности были? Вы знаете, в свете того, что, сейчас не очень хорошее расскажу, в свете того, что много музыкальных конкурсов, это я погрузившись изучил, так сказать, на мой взгляд, это какие-то профанации, да, то есть там, так сказать, люди зарабатывают деньги, да, собирают какие-то стартовые взносы и так далее, так далее, чего мне это очень, как бы, вот очень не нравилось, у нас все происходило бесплатно, я до конца не мог представлять вообще, какое количество участников у нас будет. И, скажем так, при защите гранта я объявил, что, так сказать, минимальная планка, порог, это будет тысяча участников. То есть наша задача была понять вообще, насколько это интересно. Поэтому мы построили регламент следующим образом. Первый тур был онлайн, вот, мы создали специальный сайт, структурированный правильно, где можно было зарегистрироваться и оставить свою заявку. Вот, и уже с этими заявками мы работали. Когда мы увидели, так сказать, перевал там тысяча, две, три, мы, честно говоря, принудительно остановили прием заявок, потому что мы до конца не понимали, как это будет происходить. Вот, поскольку у нас, во-первых, а, много номинаций своих, б, у нас и коллективные, и сольные номинации, то есть у нас, по факту, там их около девяти, и все достаточно разные. А по гран-при у нас вообще получилось 12 или 13. Но это все, понимаете, как это все в процессе происходило, когда, допустим, грубо говоря, номинации ударные инструменты. И у меня фантастический исполнитель на ударной установке и обалденный рыжий маленький такой негодяй пацан, шикарный, на ксилофоне. Вот они два чемпиона. Одна номинация, ну как вот кого обделить. Так же и с баяном с аккордеоном. Приехала шикарная девочка, исполнила великолепно свои партии на аккордеоне, и тут же пацан на баяне, разные инструменты. А по факту одно направление. У нас по баянам вообще уникально получилось. Три, три гран-при. Два баяна и аккордеон. Но не суть. В общем, все это происходило в режиме онлайн. Это очень удобно, это никого не обременяет. И, собственно, формируя уже пул участников следующего тура, мы работали с онлайн-заявками. Это действительно просто и комфортно. Вышли во второй тур. Второй тур уже очный. Да, да. Но там были вот интересные моменты, да? Да, супер моменты, я бы сказал. Там мы применили, скажем так, уже свою собой опробированную технологию. Мы предложили всем детям, кто прошел во второй тур, инструменталистам. Именно инструменталистам. У вокалистов не такая схема. У коллективов тоже не такая схема. А именно инструменталистам объединиться предложили в коллектив сразу. Это очень интересно, скажем так, каким-то образом воздействовало на ребят, потому что они, помимо того, что начали соревноваться между собой в рамках номинации, они еще стали подтягивать тех, кто стоит в коллективе вместе с ним в другой номинации, но они понимают прекрасно, что у них коллективная задача тоже выиграть. Условно говоря, мы никак не награждали самые лучшие коллективы, но мы видели взаимодействие, как они сами автоматически друг к другу тянули. Это здорово. От этой идеи я не откажусь. Более того, если сейчас мы объединяли во втором туре детей по 2-3 человека, то в следующем году, точнее в этом году, мы будем объединять уже по 3-4 человека. То есть эта схема работает. Это, собственно, вот история про второй тур. То есть во втором туре они уже играли обязательную программу в коллективах. А вокалисты, ну, они, к сожалению, в коллектив сложно объединить. Там интересная обязательно программа была у вас еще, да? Я, признаться, да, да, тоже подбирал, чтобы дети справились, поскольку эти произведения мы взяли из репертуара, опробованные оркестром. И там, допустим, та же, вроде, на первый взгляд, простая калинка у нас очень сложная. Коробейники очень сложная. Улетая вообще мега сложная. То есть нам, самим музыкантам, сложная. Мы, кстати, специально работали над партитурами, над партиями для детей и упрощали их. Просто сыграть они не все могли. В целом, да. То есть программа такая. Для детей мы приготовили чунга-чангу. Вот. И для вокалистов использовались тоже всем известные валенки, ойся-то-ойся и дорога длинная. Вот. Все в целом справились. Даже были дети, которые умудрялись повторять в нашей партии. Были дети. Причем хочу сказать, что эти дети, по-моему, им по 12, 11-12 лет. То есть не самые старшие. Возрастной коридор у нас 7-15. А, скажем так, справлялись с нашими партиями 11-12 летние ребята. Ну, видимо, все от педагогов зависит. Очень большой разброс. Ну, видимо, опять же, потому что направление народного исполнительского искусства не самое модное. Поэтому такое же и отношение к нему на уровне школ. Хотя, надо признаться, Красногорск, конечно, красавец. У нас столько чемпионов отсюда. Причем я, так сказать, абсолютно не аффилированный парень в этом смысле. Но так получалось, что вы молодцы. Давайте поговорим про номинации поподробнее. Давайте. Собственно, их перечислить, видимо, да. Значит, вот опять у нас тут же с первой же номинации раздвоение. Балалайка, домра. То есть вроде как струнный инструмент. Струнный, это это. Грифовый, да. Так сказать, ну вот две номинации. Значит, насколько я помню, чемпионом конкурса стала по балалайке девочка из Москвы. А по домре девочка из Беларуси. Да, из Беларуси. Так, дальше вспоминаю. Значит, духовые инструменты. Здесь у нас стал чемпионом парень из Московской области. Саксофонист, что интересно. И мы отметили очень сильного Трубача. Дальше, значит, номинация Гусли. Победила, как сейчас помню, девочка из Домодедова. Так, дальше Цимбалы. Понятно, гран-при уехала в Беларусь. Вот, скрипка получил мальчишка тоже из Московской области. Барабаны, я вам перечислил. Значит, у нас ударная установка. Вот здесь пацан 15-летний выиграл. Молодец, очень сильный барабанщик. Более того, мы планируем его привлечь даже в наш оркестр. Хотя бы сменным барабанщиком. Он технически готов. Вот, значит, парень из Московской области. И Ярослав Пасечников вспомнил. Вот, это рыжая бестия. Я почему так реагирую? Потому что я в детстве был рыжим, и вот ко мне так же относился. Вот, он, значит, взял гран-при по ксилофону. Естественно, девочка победила. Естественно, потому что всего два мальчика и 62 девочки. Участвовали в вокальной номинации. Девчонки сильные. Победила девочка из Краснодарского края. Так, и у нас остались два парня. Мы их отметили гитаристы. Так, дай бог памяти. Никого не забыл? Да вроде никого. Вроде никого. Вот, собственно, такие у нас номинации. Номинации уникальные. А еще был уникальный галоконцерт. Да. Красногорске. Да, галоконцерт. ДК Подмосковья. Чем уникален был? Я с оркестром объездил, по сути, всю Московскую область. И считаю, что ДК Красногорска одна из, да не одна из, самая достойная. И большая, и, так сказать, технически обеспеченная площадка. Хотя все равно нужно было, так сказать, для съемки привезти два грузовика, так сказать, оборудование специфического. Ну, собственно, касаемо галоконцерта, мы попытались собрать всех воедино, поставить самое главное для детей, и я в этом убежден, это иметь возможность со своими наставниками выходить на большие сцены и играть вместе. Вот с ними здесь происходит что-то очень, в хорошем смысле, странное. То есть у них переключается голова, а они насыщаются вот этой энергетикой. У нас был почти полный зал, они чувствуют, как люди принимают. Они понимают, что даже если он что-то где-то ошибется, накосячит, то рядом стоит наставник, который вытянет, и все равно все будет хорошо. И когда мы выводили по 30-40 человек, сажали на сцену, конечно, дети были в шоке. Я расскажу, раскрою маленькую тайну, у нас перед концертом была большая репетиция и прогон. Вот мы все прошли, все было идеально, на концерте все все забыли. То есть отключились напрочь просто. Расслабились. Вот, им все. То есть вот это было видно, это на самом деле абсолютно нормально. И, собственно, зрители, и мы, организаторы, понимали, что с нами дети, и им все простительно. Вот, поэтому это основная особенность. Мы сыграли набор произведений, которые были заявлены в обязательной программе, но только уже на сцене стояли все дети, которые играли. То есть было там, грубо говоря, 10 балалайшников, 10 домристов, 10 баянистов. Барабанщики были по два, по три. Это было страшно. Ну, то есть 10 духовиков. Было полно музыкантов на сцене, детей. Огромное спасибо, конечно же, Саше Олешко за то, что он прекрасно и профессионально провел наш концерт. Безусловно, огромное спасибо за поддержку и за присутствие Дениса Васильевича Майданова, депутату Госдумы, заслуженного артиста. Вот. Огромное спасибо всех, кто принял участие в награждении. Галина Михайловна Ковалева, приехали представители из Министерства культуры, от компании Роланд, от компании Электроакустик. Ну и масса, так сказать, ребят, которые, собственно, вот помогали проводить этот конкурс. Признаться честно, вот даже, знаете, как я смотрю, ну, порядка 20 компаний меня поддержали. Вот. Так что всем огромное спасибо, было круто. Собственно, на сцене все пели. Мы показали несколько своих композиций новых, показали. Очень важно для меня почему-то так было, что мы можем, помимо обязательно программы, играть, и что, возможно, войдет в следующую программу. Мы сыграли и Вивальди, мы сыграли, так сказать, там несколько мелодий известных произведений, которые дети все знают. То есть, как их, была задача показать, как их можно играть на народных инструментах. То есть, на самом деле, Шторм Вивальди – это произведение для классического коллектива. А тут, пожалуйста, тебе на балалайках ребята вваливают так, что скрипачи позавидуют. Вот, собственно, удалось, конечно же, отснять этот концерт. Я надеюсь, вы оцените. Вот, опять же, понимаете, как быть профессионалом в шоу-бизнесе – это все-таки выгодно. Потому что, вот, элементарный, там, технический момент, как его решить. Естественно, я позвонил друзьям с Первого канала, они меня направили, и все. И мы, так сказать, организовали хорошую съемку, хорошим коллективом техническим. Вот, дети все довольны, все дети получили дипломы, дети получили статуэточки круглые. Ну, и самый, конечно, пик концерта – это был вручением Гран-при. Гран-при – это, собственно, самые крутые призы, на мой взгляд, самым лучшим детям в своей номинации. Я понял, что будет сложно, поскольку 7-15 лет, да, и, наверное, ребенок для семьи, там, для девяти лет играет круто. Ну, уж извините, вы все являетесь лауреатом в своей возрастной категории, да, у нас их три – 7-9, 10-12, 13-15. А Гран-при – действительно лучшему музыканту конкурса данного направления. И могу еще раз повторить, что были дети и в младших категориях, которые вы… Кстати, вот Дамриска девочка из Белоруссии 9 лет. 9 лет. 9 лет, и она переиграла всех 15-летних. Мальчик трубач, по-моему, тоже 8, 9, 9, по-моему, тоже 9 лет. Вот такое бывает. Вот, так что призы были крутые. Так что про призы поподробнее. Призы тоже очень неплохие были у вас. Знаете, я в детстве сам проходил историю конкурсных программ. Причем у меня было два направления в жизни, таких, которым я отдал много времени. Это, безусловно, музыка-рояль, только не смейтесь, пожалуйста. И это автогонки. Это круто. И, собственно, конечно же, мне всегда хотелось, будучи ребенком, выигрывать. Это абсолютно нормально. И именно такой настрой должен быть. Все, кто говорит, мы ради участия, ерунда. Все приходят, приезжают побеждать, если серьезно относятся к направлениям. И, конечно, было шикарно, когда, я по себе сейчас говорю, когда дарили действительно стоящие полезные призы. Не какие-то там, грубо говоря, 3-5 тысяч рублей, хотя это тоже хорошие деньги. Не какие-то там сертификаты на парфюмерии, грубо говоря. Или там, я не знаю, канифоли для скрипки. Нет, прям настоящие призы. И в моем конкурсе я на это обратил очень серьезное внимание. Признаюсь честно, потрачены для меня огромные деньги. Призы все очень дорогие. Например, электронный баян Роланд. Дорогущий инструмент. Электронный аккордеон Роланд. Дорогущий инструмент. Электронный саксофон. Вот, кстати, баян и саксофон буквально через два дня прибудут в Москву, к сожалению. Ну, такого, как сказать, я не хотел дарить другое. Я мог подарить другое. Я мог, так сказать, купить что-то. Но вот, мне кажется, лучше подождать и получить фантастический приз, который останется с тобой вообще, так сказать, на всю жизнь. Более того, могу сказать, инструменты, в частности, баян абсолютно такой же, на котором играет мой солист. Только новый. Только новый. Дальше. Конечно же, наверное, и вам удастся обратить внимание, мои музыканты играют на специализированных инструментах. Кстати, вот у меня недавно возник спор. Типа, Александр, а почему у вас в оркестре... У вас же оркестр типа народных инструментов, почему у вас в оркестре скрипка? Во-первых, мы нашли доказательства, что все-таки... Ну, понятно, что это все сейчас какие-то такие мифы. Нашли доказательства о происхождении скрипки и появлении на территории России, Руси. Это очень было давно. Во-вторых, в то время, это, по-моему, 16 век, инструмент этот назывался не скрипка, а гудок. И вы не поверите, у моего музыканта абсолютно аутентичная та оригинальная форма скрипки. То есть мы сейчас ее называем скрипкой, тогда назывался гудок. Это та же палка, на ней струны. Да, да. И вот мой музыкант играет на таком же. Дальше. У нас электробалалайка и электродомар, ну, собственно, электроскрипка. Эти фантастические инструменты производит мастер, уникальный человек, Артем Кукаев с отцом вместе. То есть это какая-то семейная у них такая клевая, правильная традиция. Более того, мы детям подарили уже эти инструменты. Это последняя их модель. На предыдущих играют солисты моего оркестра. Вашего оркестра. Да, да. И вот, собственно, ксилофон парню подарили настоящий. А барабанщику, которого мы хотим пригласить в свой оркестр, мы подарили электронную, профессиональную, не дешевую, имейте в виду, установку тоже Роланда. Ну, я не хочу говорить про деньги, но она очень дорогая. Вот. Дальше, конечно же, мы подарили гусли настоящие, причем очень дорогую модификацию. Ее просто так купить сложно. Да, ее, так сказать, эти инструменты производит мануфактура «Мир гусли». Специально нам на заказ. Вот. Конечно же, что мы еще подарили? Барабаны. А, духовой инструмент. Трубачу мы подарили клевый набор, мне очень понравился. У нас был наставником в конкурсе Саша Дедковский. Это музыкант «Машина времени», трубача, театр Градского, Градский холл и так далее. Очень серьезный, авторитетный товарищ. Я интересовался у него. Я говорю, слушай, ну вот пацан клево играет на трубе. Что мы ему подарили? Труба. А у парня хороший инструмент. То есть труба – это тот инструмент, который вот тоже на годы. Видимо, родители каким-то образом умудрились купить. И мы ему подарили современный набор, значит, специальные сурдины. Сурдина с электро-какими-то съемными датчиками. К этим датчикам подключается плеер и наушники. И он, значит, может ночью заниматься, не слышно. Понимаете? То есть сурдины затыкают так. Там какие-то выходы есть воздушные и так далее. То есть на инструменте можно заниматься в тишине. Это спасение. Но меня тут же, так сказать, упрекнули в том, что ты тогда даришь. Ксилофон настоящий. Привет соседям. Но вот такие шутки. То есть всем, да, естественно, вокалистка получила очень хорошую, дорогую систему, радиосистему, радиомикрофона. То есть все ребята, кто по-настоящему круто выступил, получили шикарные призы. Как вы лично оцениваете результаты конкурса? То есть не только уровень исполнительный, сам конкурс получился? Это то, что вы задумывали? Или это еще круче получилось? Вы знаете, это получилось лучше, чем я планировал. Но пока я не достиг уровня того, чего я задумывал. Я очень надеюсь, что, наверное, может быть даже не в этом. Я мечтал, чтобы он стал международным. Конечно, политические события ставят под вопрос всю эту историю, но по крайней мере на ближайшее время на территории России и некоторых братских республик мне это удастся. Более того, вы видите, изначально мы планировали конкурс провести как пробный вообще в Московской области. А закончилось тем, что 400 детей из Белоруссии. Там 3500 вся центральная Россия подалась. Красноярск, Нижневартовск, Краснодар. 37 субъектов Российской Федерации подли заявки. Ну, видимо, еще раз говорю, наверное, что-то понравилось. Вот следующий конкурс мы планируем начать в марте месяце. Посмотрим, на что мы выйдем. Финалиться мы будем в пределах дат празднования народного единства в ноябре. В Красногорске. Не исключено. Но здесь есть несколько... Я уверен, что хотя бы один тур мы проведем в Красногорске. Я думаю, что на меня никто не обидится, но мы масштабируемся серьезно. И в качестве дань и уважения мы проведем любое из мероприятий в Красногорске. А финал, наверное, нам придется проводить в Москве. Во-первых, площадка больше. По моим расчетам, она должна быть 2-2,5 тысячи человек. Ну и конкурс должен расти. Альма-Матер мы не забываем. Приезжайте. Мы всегда здесь. Подарите нам концерт. Вы знаете, более того, созваниваясь и благодаря Галины Михайловны Ковалеву за поддержку и помощь, она говорит, ты ко мне 12-го приедешь? Я говорю, а что 12-го? Ну как же. Во-первых, ты первый раз вышел с оркестром 12-го, июня, в день России. Вот, так сказать, у тебя прошел здесь конкурс. Все, давай, давай, планируй, планируй. Да, конечно, с Красногорском очень теплые отношения. И я, признаться честно, и не рвусь ни в какие другие города в Московской области. Хотя, наверное, старшие товарищи будут требовать интегрироваться. Но будем двигаться дальше. Будут отборочные туры по федеральным округам. Это сложно уже. Вот так-то мы все здесь, в Красногорске. И финалится проводить гала-концерт. Мы будем, я думаю, что в пределах, там, я не знаю, 4-го тире 8-го ноября 22-го года на какой-то большой площадке. Вот. У меня есть кое-какие мысли по этому поводу. Пока они не зафиксированы на бумаге, как говорит наш президент. Я вам их озвучивать не буду. Хорошо. Так что, вот. И самое интересное, еще раз хочу повторить, если получится, а я очень надеюсь, вообще мечты сбываются у меня часто, всегда. Мы между этими конкурсами проведем очень интересный проект, опять же, если получится, который подразумевает интеграцию обладателей Гран-при с современными молодежными звездами нашей эстрады. Вот это, я думаю, будет вообще круто, когда все скажут, ну окей, ладно, балалайка, заходи. Вот как-то так. А, ну это еще не планы, это так вот, чуть-чуть завистью приоткрыли, да? Ну да, это на самом деле реальные планы, я их пытаюсь реализовать, ну я думаю, что ни для кого не секрет, все прекрасно понимают, что затратная составляющая проведения такого мероприятия космическая. И сейчас все зависит от того, насколько меня поддержат около 20 компаний. Вот если они меня поддержат, значит мы все реализуем. Грубо говоря, так, да. Ну а теперь о планах. А, о планах. Ну так, собственно, планы. Творческих. Да, да, во-первых, показать вам концерт после нашего эфира, во-вторых, безусловно, мы прямо сейчас уже, вся моя студийная команда готовит новые произведения обязательные, это будет непросто. Вот, более того, мы приняли решение дать возможность ребятам, которые не, скажем так, завоевали высоких мест в первом конкурсе, принять участие во втором конкурсе. Единственное, что, друзья мои, вы не сможете исполнять те же произведения, что и в первом конкурсе. Да, для вас будет специально сделана отдельная программа. Вот, собственно, самое главное, да, сейчас запустить конкурс второй, дальше реализовать проект со звездами. Вот, более того, у меня изначально были идеи, что в этих номерах концертных со звездами, с молодежными будут участвовать только победители гран-при. Вот, а коллеги мои, товарищи, они говорят, Саш, ну, а почему бы тебе взять там не одного балалайшника, а пяти? Вот, я задумался, наверное, сейчас я уже реализую, как у меня расписано и запланировано, а следующий, опять же, в рамках, так сказать, конкурса победителей гран-при, мы можем приглашать и лауреатов, и дипломантов, и так далее. Вот, будем думать. То есть, наша основная задача – показать вам, дорогие дети и взрослые, что народные инструменты могут использоваться не, так сказать, вот в традиционном вашем восприятии, а еще и в очень современных направлениях. И этот инструмент не хуже, чем там рояль или скрипка. И звучать совершенно. Да, да, и более того, у нас будет, кстати, большой мастер-класс во втором конкурсе, посвященный непосредственно уже интеграции электронники. Мы пытались это сделать на первом этапе, но мы увидим, что разрыв очень большой информационный, то есть дети вообще не понимают, о чем речь. Понимают, что это такое. Нет. И сейчас те, кто уже хоть как-то с нами, у нас большие сообщества в соцсетях, приходите, подписывайтесь. Кстати, я там бываю достаточно часто, и можно и мне вопросы задать, и ребятам. Да, мы понимаем, что разрыв большой, и мы разработали уже большой мастер-класс, который рассказывает об электронике. Более того, мой музыкальный партнер и аранжировщик Александр Иванов, очень крутой, известный человек, создатель немыслимого количества известных проектов, он согласился провести прям целые большие курсы по, скажем так, ну, грубо говоря, по использованию электроники, программного обеспечения, технических оснащений, всяких примочек и так далее, так далее, так далее. Так что мы этому уделим внимание, будет интересно. Вот, я думаю, что мне на год вот так за глаза. Ну, это да. А вы сказали, в марте уже начинается прием заявок, да? А я очень надеюсь. Куда отправлять? Я не знаю, когда будет вынесено решение президентского фонда культурных инициатив о, скажем так, одобрении тех или иных конкурсов, включая мой. Я очень надеюсь, что это, кстати, будет не начало, а что-нибудь середина марта. Но при этом могу сказать, что все интернет, в частности ресурсы, которые у нас были, нашими и являются, они останутся. И сайт 3w.concursmir.ru, он, собственно, не поменялся, он остается, и все заявки будут также приниматься на нем. Мы несколько упростили систему регистрации. Вот, так что, ну... Заходим в интернет, находим сайт, и там все узнаем. Да, вот, вот, 3w.concursmir.ru, пожалуйста, приходите. Пока рано, но через пару недель, я думаю, что уже будет, что вам показать. Спасибо за потрясающую беседу. Спасибо, будьте с нами. По-моему, получился в большей степени мой монолог. Но я вам очень признателен, город Красногорск, замечательное место, куда мы с огромным удовольствием всегда приезжаем. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Будем, будьте здоровы, и до новых встреч. Смотрите концерт. Это была «Территория КА» на телеканале КРТВ. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!